Всем привет дорогие друзья! Я хотел бы поделиться с очень грустно для меня, а для хейтеров очень хорошей новостью. Никому не секрет, и да, я нарушил правила игры и правила юно-классика, и понесу за это наказание. Если вы спросите, какое именно правило я нарушил, то там есть один пункт, такой как договор на сражение, который гласит, что нельзя распространять и призывать к договорному сражению, так же как и организация или участие в договорных сражениях. Перед тем, как я расскажу, как так произошло вообще и мое мнение на эту ситуацию, и как дальше будем жить, я хочу сказать еще пару слов. Я стараюсь с вами всегда быть честным, говорить прямо и не увиливать, и не корчите себя того, кем я не являюсь вообще. Поэтому я вам честно и прямо говорю, в нашей игре и так хватает несправедливости, и так хватает каких-то там вещей, о которых горит жопа. И так мы пытаемся играть в эту игру, но мы вылетаем, бесконечные лаги, на осадок проблемы, ну и так далее и тому подобное. И поэтому я искренне убежден, что хотя бы в этом моменте, в промовом, касаемо классика, правила должны быть одни для всех. Поэтому, когда случилась эта ситуация, и когда я увидел, что меня заблокировали, я не стал что-то пытаться делать, не стал писать и решать эту проблему, нет. Я сел, подумал и решил для себя, да, это херово, да, это неприятно, но таковая жизнь, я сам совершил этот поступок, и за него я должен нести ответственность. Ведь не должно быть такого, что если я стример, то меня не должны бы банить, или наоборот, меня должны заказнить. Нет, мы все на равных. Я, ты, мы все играем в Айон, классик, и играем в эту игру вместе. Если ты нарушил, то ты должен сидеть в тюрьме. Если я нарушил, то я тоже должен сидеть в тюрьме. Правила должны быть одни на всех, и если я нарушил, будь готов отвечать. Если в жизни у нас все работает по-другому, коррупция, может быть договориться там где-нибудь, то пусть хотя бы в игре у нас будет чисто и прозрачно. Но это все мое личное мнение. А теперь хочу вам рассказать, за что меня забанили, и как так все получилось. Договорные сражения, это когда ты договариваешься с противоположной расой о убийстве друг друга ради выгоды. Когда ты заведомо уже знаешь, кто победит. Какая выгода? Ну, конечно же ап. Вы получаете больше апа, чем сливаете, вот и выгода. Я знал, что есть такая статья за перелив, но я трактовал его себе по-другому. То есть я думал, что перелив между друзьями, это не покупка или продажа апа или офицеров, а дружеские поединки, которые разрешены, ну, типа как игровой момент. Но я ошибался, и я хочу сказать только одно, у меня нет никаких претензий кенови. Они абсолютно правы в данной ситуации. Данное правило я нарушил случайно, подумал, что так можно сделать. И данное правило я нарушил не из конгрессного умысла. Ведь я тоже человек, и в сутках всего 24 часа я не успеваю делать всего. И когда у тебя два стрима в день, ты просто физически не успеваешь нормально поиграть. Поэтому иногда в голову приходит, как оказалось, преступная мысль о том, что ладно, я сейчас проведу стрим, а вот перед сном быстренько зальюсяпом с друзьями. Но как случилось, так случилось. Вот, в принципе, и все. Я совсем забыл, кстати, друзья. Есть еще два нюанса. Первое, я нарушил правила в минимальных условиях. То есть, перерывался всего пару дней. И за это мне дали бан не на месяц, и не на перманент. Тем, кто занимался это постоянно, сидят в бане на 30 дней. И последующие баны будут именно такими же. Первый бан будет до месяца, а второй бан навсегда. Так что, вместо того, чтобы радоваться, а я уверен, что некоторые единицы игроков, которые смотрят это видео, они обрадовались бану моего персонажа. Я советую лучше замеса того, чтобы лазить по горам и искать переливщиков, играть ради удовольствия, а не ради кому бы подсадить и получить выгоду. А второй нюанс совершенно простой. Я решил, что данный повод это отличный повод для шуток, поэтому организовываю мини-конкурс на три бонус-кода для трех победителей. Друзья, что нужно для того, чтобы выиграть коды от меня в данном видео? Дерзайте!